А вы откуда будете брать энергоснабжение? Что вашим источником является? Нашим источником будет являться плавучие атомные энергостанции, которые будут строиться Росатомом. Я считаю, что эта задумка просто гениальная. Мы очень много рассматривали разных вариантов снабжения электроэнергии этого проекта. Начнем с того, что этот проект в мире будет в медной индустрии самый крупный на сегодняшний день. Когда мы его построим, он будет самый крупный. А это будет больше, чем Ломоносов, да, там у вас? Да, это будет больше. Там потребление только у нас будет 320 мегаватт. Плюс там еще нужен один резервный блок. То есть общая мощность строящейся электростанции с учетом резервного блока будет более 400 мегаватт. И когда мы начали рассчитывать варианты, какие из них более подходящие для нас, то вообще освоение труднодоступных регионов, я считаю, без плавучих электростанций просто невозможно. Во-первых, там навигация составляет всего 3-4 месяца в году. Потому что когда замерзает океан, возможно перевозить по дороге. Когда открыт океан, чтобы морем перевозить грузы, дорога недоступна становится. Поэтому из-за того, что окно навигации составляет всего 3-4 месяца, строительство любых каких-то капитальных конструкций становится практически невозможным. Поэтому рассматривалось два варианта. Это использование газовой плавучей электростанции или атомной плавучей электростанции. И я ни на секунду не сомневаюсь сегодня еще больше с учетом последних событий, что происходит на газовом рынке, что выбор, сделанный в пользу атомной электроэнергии, абсолютно правильный. Во-первых, это, как правильно сказал Алексей Евгеньевич, это составляющая, которая необходима. Нам необходима стабильность и нам необходима долгосрочная гарантия стабильных цен на электроэнергию. И то, что сегодня мы делаем вместе с Росатомом, я считаю, что это одно из самых продвинутых решений в мире. У нас будет снабжение электроэнергии нашего проекта на срок более 40 лет, потенциально до 60 лет, по стабильной цене, которую мы уже озвучивали, на шинах электростанций всего 6 рублей в этом регионе. Во-вторых, что нам еще больше нравится, когда мы начали смотреть, а что дешевле делать и что надежнее делать. Собрать электростанцию в регионе, где есть квалифицированные кадры, куда можно доставить материалы, собрать это все и перевезти в порт по морю. Или попытаться вот в эти окошки навигации перевезти это все на сайт, который находится в 420 километрах от порта. Конечно, строительство электролиний намного дешевле, намного проще, чем возить вот эти все составляющие и строить. И вторая очень важная составляющая при рассмотрении была, это, конечно, безуглеродность. И мы таким образом решаем несколько задач. Это надежность, это доступность цен, это стабильность цен в течение долгосрочного периода и безуглеродная производство. И не попадание под ФИТ-55. Да, это тоже важно. Вы точно вне его оказываетесь, с этой историей, да? Нет. А так бы, вот вы считали, сколько бы вам пришлось платить, если бы вы были на газе, и вам бы пришлось платить налог за... У нас с газом тоже велись переговоры о долгосрочном контракте. Мы также хотели договариваться о 6 рублях. Но вопрос только, когда цена на газ сегодня... Когда мы договаривались с газом, то цена была 200 долларов, по-моему, на тот момент. А сегодня она уже больше тысячи. Была. Была, да. Если посмотреть на бизнес, ну, газовым компаниям, наверное, тоже будет сложно обосновать бизнес-модель, когда цена в 5 раз превышает ту, по которой мы договорились. А мне нужна стабильность. Я хочу, чтобы наш проект, у меня модель была рассчитана на ближайшие 30-40 лет, потому что в банке, иначе кредит не дадут, потому что энергетическая составляющая довольно большая в проекте.